Ситуация критическая, однако небольшая инициативная группа местных жителей всеми силами препятствует переменам. Причина банальна. По улице Колораж в сторону моря десятки ларьков и магазинов, и предприниматели просто не хотят терять клиентов. Наземный переход, по которому и предлагают пустить весь поток пешеходов, близко, всего-то в 100 метрах, но перенаправляет туристов на другую улицу в обход некоторых торговых точек. Отсюда и все возмущение. И вместо того, чтобы продумать рекламную кампанию своих магазинов, самые отчаянные жители пытаются объявить голодовку. Я очень надеюсь, что эта инициативная группа тоже услышит не только свои интересы увидеть, а еще и интересы города. Непростая транспортная ситуация и дальше, по улице Победы. Нерегулируемый светофорами перекресток, также поток людей и тоже пробки. А сразу за перекрестком рынок. Изначально директор превозведения торгового комплекса обязан был предусмотреть на своей территории место под парковку автомобилей, как покупателей, так и работников рынка. Но он явно пожадничал и отдал площади стоянки под дополнительные ларьки. Итог – круглосуточно забитая машинами правая полоса и узкая горлышко проезд для всех остальных жителей и гостей курорта. Не секрет, что многие туристы в Сочи приезжают на личном автотранспорте. И тогда летом в жару движение на основных улицах Лазаревского останавливается на долгие часы. Решено обязать владельца рынка организовать на своей территории парковку. По правой полосе стоянку запретить. Движение по улице Победы в этом месте сделать двусторонним. Целый комплекс мер сейчас будет предусмотрен. И я думаю, что в ближайшее время как-то притворен в жизнь. Это, во-первых, будет установлен светофорный объект на перекрестке Победы и Калараш. Он будет обязательно завязан со светофорным объектом на федеральной дороге Лазарева и Калараш на этом перекрестке. Смысл этого всего, чтобы максимально протолкнуть транспорт, который скапливается на этих двух перекрестках. Также бы хотелось отметить, что в этой связи будут отремонтированы улицы Единства, улица Тормахова. Для того, чтобы со стороны Сочи можно было пустить транспорт в этом направлении. В том числе грузовой транспорт. С выходом на улицу Калараш по улице Единства. И, соответственно, будет изменена разметка и организация дорожного движения на участке улицы Победы от Калараш до федеральной трассы до улицы Лазарева. Вопрос, как разрубить этот транспортный узел, взял под личный контроль первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит. Он еженедельно приезжает для оценки обстановки на месте. Дорожникам дано поручение в кратчайшие сроки наладить автоматическую работу подъемника на наземном пешеходном переходе. Кроме того, заменить механизм, чтобы увеличить грузоподъемность лифта. Мы добились, чтобы подъемники, которым оборудован этот надземный пешеходный переход, были отремонтированы. Раз. Второе. Чтобы они работали без вызова диспетчера. Третье. Мы оборудуем эти места камерами видеонаблюдения, табличками, что подъемник предназначен для инвалидов, ветеранов и родителей с малолетними детьми. Кроме этого, руководителям УПРДОР Черноморья предусмотрено, что первый месяц, а может быть и весь пик летнего курортного сезона, чтобы там стояли специалисты, которые могли бы в любой момент оказать содействие для перехода этого надземного пешеходного перехода тем, кому это необходимо. Чермит подчеркнул, что только после решения всех вопросов с лифтом в наземном переходе перекресток Лазарева-Колораж будет закрыт для пешеходов. Однако затягивать с этим не будут. Крайние сроки окончания всех логистических перемен – середина мая. Чтобы уже к старту курортного сезона поселок был максимально избавлен от пробок. Параллельно будет здесь вестись и работа по приведению домов к единому архитектурному облику. Она началась еще до Олимпиады, и все остальные три района города сейчас соответствуют требованиям благоустройства. Однако в Лазаревском пока предпочитают жить и работать по старинке. Здесь все еще не редкость тентовые навесы на весь тротуар, явно для лотков с товарами. При этом разрешение ни на конструкцию, ни на торговлю никто и не думает получать. Мугдин Чермит поручил разобраться с этим в течение трех дней. Кроме того, провести во всем районе масштабный субботник. Следующая инспекция уже через неделю.